Девочки и мальчики, привет всем! Сегодня у меня будет очень интересное интервью. Почему она будет интересна? Потому что в нем будет очень интересный человек. Зовут его Александр, фамилия ему Фенин. Возможно, вам ничего не говорит его фамилия и имя, так как этот человек в основном остается всегда в тени, но его голос знаком, наверное, 90% русскоязычного населения. Чувак, послушай, разве ты не устал от этих сратых цветов световых мечей? Типа голубенького или фиолетового? Покупай мои световые мечи для реальных мужиков прямо сейчас! Это актер закадрового озвучивания. Если вы смотрели фильмы, если смотрите фильмы зарубежного производства, то вы слышали этот голос. Он озвучивает и мультфильмы, и фильмы. Ну, например, последний мультфильм «Мальчик-дельфин». Там он озвучивает капитана. И он не озвучивает только одним голосом. Он его может менять. Он может быть ребенком, зайчиком, какой-нибудь черепашкой или строгим, злым героем. То есть у него такие способности, что когда я первый раз увидела его, а где я его увидела, сейчас скажу, когда я первый раз его увидела, я была уверена на 100%, что человек использует просто программу, ну, под известные голоса. И я даже искала эту программу. Думаю, где он эту программу берет? Это было, кстати, давно, но я его запомнила. И хочу вам сказать, этот парень, он вообще делает чат-рулетки. Давно он сейчас их не делал, но он делал когда-то чат-рулетки. И люди, которые его видели, они ему не верили, что это его голос. Они говорят, да ладно, расскажи, какую ты программу используешь. В общем, я, наверное, очень много говорю перед тем, как сделать интервью, поэтому давайте мы просто начнем это интервью побыстрее. Но хочу сказать вам сразу, я буду перебивать, потому что интервью именно так и делается. Я буду перебивать, я буду направлять, я буду задавать вопросы. Какие-то вопросы у меня возникают, и я просто их задаю. Если вы когда-то видели интервью опры, то именно так она их и ведет. Она просто разговаривает. Без всякого списка вопросов, без всякий вопрос-ответ, да, а просто как с другом разговаривает. Да? Как? А как это получилось? А ну-ка поподробнее. Типа такого. Вот как разговор пойдет, такое интервью. Все, дорогие мои, я очень много сейчас наговорила, конечно, сейчас скажете, да давай уже интервью. Осталось где-то полчаса до интервью, поэтому я и болтаю с вами. Поехали. Ну что, я вам говорила, я вам обещала, посмотрите, у меня на экране Александр Фенин. Привет, Александр. Здравствуйте, всем доброго дня, хорошего настроения и самых замечательных эмоций. Слушайте, я честно тебе скажу, да, я сейчас расскажу свои эмоции, пока мы с тобой настраивали компьютер. Мы сейчас с Александром, вообще мы хотели с ним выйти на скайп, и у нас немножко не получилось, и мы настраивали кое-что другое. Так вот я все равно, ты понимаешь, я все равно не ожидала твой голос. Вот у меня были эмоции, думаю, не буду я ему сейчас ничего говорить, думаю, я сейчас начну с этим голосом прочитать. Но когда ты мне сказал сегодня первый раз вот это вот, алло, здравствуйте, я не могу вообще, вы понимаете, я не могу привыкнуть, я не могу представить, что это на самом деле твой голос. То есть ты не изменяешь его для того, чтобы он был таким. То есть он действительно такой. Потому что я уже верила, что это твой голос, но я думаю, тебе надо, думала, тебе его все равно надо поменять из него. Но нет, ты просто разговариваешь обычно таким вот голосом. Ну, это по сути техника, вот ничего более. Опора дыхания и резонаторы, все. Подожди. А так естественный обычный голос. Подожди. А твой-то нормальный обычный голос без техники-то, он какой? Такой же? Такой же, просто не такой громкий. А как ты научился этому? Вот давай мы с тобой с самого начала. Вот родился Саша Фенин, да? Вот он ходил в школу, в садик, ходил в школу, друзья там, все. Как ты вообще обнаружил, что у тебя этот голос? Расскажи нам, пожалуйста, так интересно. Слушайте, здесь на самом деле такая довольно мотивирующая, наверное, история. Вот, дело в том, что у меня с детства были дефекты речи. И чтобы их как-то исправить, понадобилось большое количество времени. К 18 годам, я если более подробно, я заикаюсь, и у меня карталость. Чтобы все это исправить, понадобилось... Была, была ты имею в виду. Ну, я заикаюсь и сейчас. Я ни разу не слышала, пока мы с тобой общались. Я сейчас все объясню. И, собственно, с картавостью это все понятно. Если заикание – это психологический момент, то картавость – это физиологический. У меня была неотработана буква «Р». К 18 годам очень не хотелось идти в армию. Пошел в колледж культуры. Там был замечательный педагог по сценической речи. И он мне очень сильно помог с этими вот негативными моментами справиться. Мы очень долго исправляли мою буковку «Р». А как было раньше «Р»? Ой, я даже не смогу сейчас, наверное, повторить. Говоришь «Р» больше на «Л». То есть ты как «Рыба» говорил, да? Ну да, слава, да. Такой вот, как ленивец «Си». «Эй, ребята, что делать?» И как тебя так ручили? Не выговаривается. Как это изменили? Это очень интересно. 18 лет. Куча просто упражнений. Огромным количеством. Все это можно найти в интернете, на самом деле. Но лучше, если вы будете с кем-то вместе тренироваться. Потому что это еще и мотивирует вас. Если у вас проблемы с выговариванием буковки «Р», шепелявость и все вот, и же с ним, так сказать, все именно на физику, найдите себе напарника с такими же самыми проблемами, и вы будете друг друга подгонять. Ну, в моем случае выступал пародирующий мою «Картавость» мой педагог. И, собственно, мы вот это все подправили. А касательно заикания, вот здесь уже очень интересный момент. Почему я говорю постоянно на опоре дыхания? Как и в вокале. Ты не поешь случайно? Я так понимаю, если человек заикается, но поет, он когда поет, он не заикается. Правильно? Да, да. В этом волшебство и самая главная фишка. Вот ты мне сейчас сказал, я представила сразу, как он бы заикает. Как? Когда человек поет, он контролирует дыхание, контролирует звукоизвлечение. Все вот эти вот аспекты, которые формируют звук, он обрабатывает. В чем смысл заикания? В том, что когда мы пытаемся что-то сказать, у нас все путается вообще. И мы хотим сказать, один звук выстраивается речевой аппарат, на другой абсолютно. И из-за этого получаем вот эти вот бэканье-мэканье. Контролируя дыхание, на опоре дыхания, контролируя звукоизвлечение, по сути, мы получаем следующий результат. Мы говорим, как будто мы поем. Что-то в этом роде. Самое главное, из вот этого перерасти в обычную человеческую речь, чтобы это звучало живо. И, по сути, вот такой небольшой мой секретик. Скажи, ну вот в жизни ты общаешься, ты встречаешь людей, которые тебя не знают. Они вообще сразу замечают твой голос, говорят, ничего себе, там голос. Ну, бывают такие моменты. Куда-нибудь в магазин приходишь и просишь что-нибудь подать или в кафе, или еще куда-нибудь, на самом деле, замечательно порой наблюдать. Начинаешь говорить с официантом, с продавцом, и люди за всякими столиками, либо в очереди, вот так вот. А скажи, скажи, пожалуйста, как ты им говоришь? Скажи нам. Ну, то есть, в смысле, мне сказать? Ну да, как ты официанту вообще, вот как ты это говоришь? Дайте, пожалуйста, а сколько у вас стоит вот это? Вот этим голосом, которым ты озвучиваешь. А, ну, слушайте, я так и говорю. В общем, уважаемый, дорогой мой человек, принесите счет, пожалуйста. И вот как раз в такие моменты люди оборачиваются. Не знаю, на самом деле... Да, потому что они уйдут твой голос. Мне кажется, твой голос знает все. Вот, да. Здесь просто специфический момент. Мне куча людей говорит, у тебя голос похож на этого, на вот этого, на вот этого, на вот этого, вот этого. И приводят мне абсолютно разных людей. Мне скидывают какие-то отрывки из там кем-то озвученных сериалов и фильмов и говорят, слушай, это же ты, а там вообще на меня не похожи. Я говорю, что, ребята, это вообще не я. Ну, нет, смотри, это ты. Нет, нет, это не я. Классно. Вот. И, соответственно, я всегда удивляюсь. Но самое удивительное, я недавно на одной из студий дубляжа обнаружил потрясающий, просто, скажем так, потрясающий момент. Мне пришли дописки за одного актера, за Андрея Зайцева. Вот. Я сначала послушал и думаю, так, да, действительно, вот, нужно переписать этот момент. А потом, так, стоп, подождите, это же не я. Ну, вот звучу вот прям как я. И с некоторыми актерами в определенных тембральных пластах, так сказать, в определенном тональном плане мы совпадаем. И похожи друг на друга, как две капли воды. Вот. Такие вот чудеса случаются. А ты же ведь можешь озвучивать и взрослых, и каких-то маленьких зайчат, там, каких-то лягушат или в мультиках, да? Что ты, кого ты озвучиваешь? Потому что я посмотрела мальчик-дельфин, ты озвучиваешь какого-то капитана, да? Капитана, да. Но я видела твою рулетку, что ты там еще как-то вот так вот тоже говоришь. Ну, здесь есть такая подоплюка. Мне очень редко удается что-то официально, прям вот официально, что-то редко удается озвучить из мультипликации. Неофициально. Очень много. Это и Рик и Морти, Южный парк, какие-то там мультфильмы, аниме, вообще целая куча всего. Официально, к сожалению, небольшое количество у меня работ в мультипликации. Ну, официально только как мальчик-дельфин, да? Да ты имеешь в виду? Да, то есть с прокатом, с лицензией, со всеми вот этими вот моментами. А есть неофициальный сегмент, который, ну, как бы не очень сильно афишируется, но все про него знают, потому что он существует. Ну, ты огромное количество вообще фильмов, мультиков озвучил, потому что, ну, если твой голос знают, это же... Ну, в общем, да. Это очень много. Наверное, так и можно сказать. Скажи мне, а как вообще тебя начали приглашать? Вот приходи, Александр, озвучивать фильм. Как вообще это произошло? Тебе сказали сразу, когда ты начал исправлять дефект речи, что ты, наверное, пойдешь на озвучку или как? Нет. Нет. Ну, здесь нужно, наверное, рассказать, как я вообще к озвучке пришел. Да. Да. Я... Так получилось, что я вот, как рассказывал, отучился в колледже культуры, в станице Северско-Краснодарского края, вот, замечательное место. После... Я учился на, так сказать, что-то типа режиссуры, но нас в последний момент поменяли на менеджеров социально-культурной деятельности. И, как бы, первая половина была творческой обучения, вторая половина – это вся вот эта неинтересная макулаторная работа, где что-то нужно расписывать, что-то организовывать и так далее. То есть, ну, максимально без творчества. Вот. И после выпуска из этого колледжа я решил, что буду все-таки по творческой стезе идти и работал аниматором, вожатым в лагере, заведующим детским сектором в Дворце культуры. Ну, и мы все с вами понимаем, что дети – это очень яркие, замечательные, энергичные ребята, от которых очень сильно устаешь, если их много, и 24 на 7, ты просто с ними чем-то занимаешься, какие-то конфликты разруливаешь, что-то еще. И, соответственно, мне нужен был какой-то эмоциональный аттракцион, чтобы я пришел домой, что-то сделал, и эмоционально я отдохнул. Вот у меня такого не было. Но в тот момент я смотрел аниме. Вот люблю я японскую мультипликацию. И попробовал озвучить что-то сам. Есть такой сегмент, называется «Фандап». Это фанатская озвучка. Группы людей собираются и озвучивают какие-то там мультфильмы, фильмы, все что угодно, бесплатно, просто в рамках, в качестве хобби. Вот к таким примкнул в свое время я. И тренировался, озвучивал. Я нигде не учился, у меня нет актерского образования. Режиссерское есть, актерского нет. Соответственно, все, чему научился, учился я сам с помощью моих замечательных коллег-актеров, напутствий и практикой, практикой, практикой. В огромном количестве. Я не знаю, сколько тысяч единиц серии фильмов, мультфильмов я озвучил, но много. И как тебя первый раз пригласили, как-то официально, прямо сказать. И да, веду к этому. Так случилось, что у меня был негативный опыт в работе, скажем так, в аниматорской. Не буду об этом рассказывать, углубляться. В общем, я как-то потерял веру в людей и начал сочевать, находиться дома. В тот момент я уже озвучивал. Я озвучивал платно какие-то заказики, где-то на альтернативных студиях тоже звучал. И, получается, в один из дней рождений ко мне они пришли, друзья мои, по разным причинам. Там подругу не отпустил муж, двое знакомых аниматоров. Они там в ДТП, все хорошо. Но машину подбили, тоже не смогли. И, соответственно, я там ведро шашлыка подготовил. Ну, вот как мы все любим. Коньячок и прочие штуки. И так получилось, что, в общем, я вечером остался один. И вот тогда я пошел в чат-рулетку. В тот момент я смотрел некоторых чат-рулетчиков. Мне очень нравилось, что вообще происходит. Все вот это вот общение. Я подумал, а что бы не попробовать самому? Посмотреть, что там вообще люди. Без каких-то намеков на запись. Вообще без всего. И в тот момент я уже озвучивал каких-то мультипликационных персонажей. Подумал, а ну-ка я попробую что-нибудь попародировать. Встречаю людей. Начинаю пародировать. Я представляю реакции такие. Я смотрела твои рулетки. Это вообще что-то. Люди вот так вот. Ну-ка, еще что-нибудь скажи. Ну, да. Вы можете посмотреть первый выпуск. Он максимально неловкий. И вот это буквально в тот вечер было снято. Я встретил в рулетке мальчика одного. Он так посмеялся. Ему попародировал некоторых персонажей. Он предложил записывать это. И говорит, на YouTube выложи. Классно будет. Вообще просто очень здорово. Я говорю, да ну ты что, кому это надо? Он говорит, да попробуйте. Вы что? Соответственно, я говорю, ну я не знаю. Давайте попробуем. Вы точно не ютубер? Я нет. Нет, ну если хочешь, я прям стану ютубером. Вот прям сегодня возьмусь. Возьмусь. С радостью. А, да? Далеко пойдете. Все слышали, да? Все слышали. Если вдруг вы увидите себя на YouTube, то знайте, что это буквально все из-за вас. Стоп, подожди. Ну ты точно ютубер, пранкер в чат-рулетке. Ну теперь уже да. И вот таким нехитрым способом я стал ютубером, пранкером в чат-рулетке. Скачал себе, не помню, как он, бандикам, по-моему, называется для видеофиксации программы. Поставил на записи рулетку, поставил, собственно, саму рулетку, начал снимать. И вот тот парень, кстати, и придумал название канала FAT-формат. Почему я говорю FAT-формат, а звучит FAT-формат? Потому что в тот момент парень сказал, давай вот название придумаем. Я говорю, ну давай, хорошо, ладно. Инициатива, это здорово. Он говорит, ну вот вы, говорит, пухленький, значит, типа толстый, FAT, FAT назвал. Вот, а то, что разные голоса делаете, это вот неформатный контент, давайте назовем FAT-формат. Я говорю, звучит прикольно. Где бы ты ни был, дружище, огромное тебе спасибо. Так прилипло бы мне это название, я прям вот не могу нарадоваться. Просто классно. Оно очень классно. А вот мы сейчас туда и вернемся, потому что сейчас я, конечно, всех обязательно пошлю на твой канал, чтобы они посмотрели эти все рулетки. И, конечно... Ой, это реклама была, простите. Нет, это даже, я сейчас представляю, что все просто бегут уже, сломя голову, не дожидаясь конца смотреть на тебя. Ну вот возвращаемся туда, где FAT, как говорится, формат, да, и если вы смотрите рулетку Александра, да, то он очень сильно изменился после того, как он был три года назад, да, или два года назад, когда? Год-полтора. Вот Александр сделал операцию. Операцию, как у тебя называется операция на желудок? Шунтирование желудка. Шунтирование желудка. И он, конечно, очень сильно сейчас изменился. И выглядит, конечно, я не знаю, я не ожидала, потому что я же не видела тебя больше вживую, только на рулетках. И когда он сейчас вышел, я даже думала сначала хоть Александр, ли это думал, вдруг не он. И как ты вообще тоже решился на эту операцию? Я, кстати, всем, кто сейчас меня будут ругать, я спросила разрешение, можно ли об этом спрашивать, поэтому скажут. Да, это абсолютно не секрет, наоборот, даже хотел бы поделиться. Потому что если у людей есть проблемы со здоровьем из-за лишнего веса, я сейчас тоже расскажу, почему я это сделал. Я себе нравлюсь любым. И пухленьким, и худым, и вообще каким бы то ни было. Я люблю себя, я себя принимаю таким, какой я есть. Все это как бы философия моя. Если я себя ругаю, то только за озвучку, потому что я очень самокритичен. Вот, из-за свой контент. Кстати, сейчас секундочку. А на голос не отразилось то, что ты похудел? Абсолютно нет. Ну, классно. Абсолютно нет. Ну, и расскажи, вот как ты к этому вообще пришел? Значит, маленький такой опус. Если вам интересно, самый последний выпуск «Рулетки», который был полтора года, там я весил 187 килограмм. А рост у тебя какой? Когда я его снимал. А рост у меня 173 или 174. В общем, ну да, то есть не такое, не... 173. Да, вроде да. Помню года, и то очень хорошо на самом деле. Вот, там я весил 187 килограмм. Сейчас я вешу 100 с половиной. Никак у меня не получается преодолеть рубеж стаи. Как это 100 с половиной? 100 килограмм? 100 килограмм? 500-600 грамм. Вот оно вот так вот плюс-минус вот так вот варьируется. 200-300 грамм. Возможно, это связано из-за того, что зима была. И зимой так получается, что теряешь меньше веса, чем летом. Но сейчас лето, надеюсь, что уже буду к идеальному весу, так сказать, стремиться. А сколько уже времени прошло после того, как ты сделал? Я сделал операцию позапрошлом году в конце ноября, насколько я помню. Кто тебя уговорил на эту операцию и как ты решился? Ну, у нас есть замечательный общий знакомый. Максим, здравствуй. Так, Максим, наш Максим. Так. И еще у меня есть замечательный знакомый блогер-видеограф Клим. Вот. Клим сделал резекцию. А, кстати, он сделал бариатрию. Это шунтирование. А Максим в тот момент сделал резекцию. И я выбирал между ними. Почему я вообще это сделал? Ответ очень простой. У меня проблемы со спиной. В основном из-за дурной головы. Вот. Я в какой-то момент уезжал в Москву. Работал там грузчиком, чтобы оттуда уехать. И на участке в себе попытался вырвать виноград. И заработал себе компрессионный перелом позвоночника. В общем, у меня семь крыш. Как ты заработал из-за винограда? Упал что ли? Очень просто. Он под дом врос, и я решил с корнями его вырвать. У меня получилось это частично. Но я себе нагломил, так сказать, позвоночник. Потом с этим корсетом ходил. Вес очень сильно влияет на здоровье. В тот момент я как-то еще не придавал этому значению. Но когда я уже практически не мог подняться с кровати, когда я... Шнурки банально завязать. Шнурки. Это огромнейшая была проблема. Потому что сразу давление скачет раз. И второе. Это начинает спина клинить. Вот из-за этого пришлось сделать бариатрию себе. Я делал шунтирование. Максим делал себе резекцию. Мой знакомый Клин делал себе шунтирование. Я выбрал шунтирование. Почему? Резекция – это обрезание желудка. То есть они отрезают операционную часть желудка, зашивают его, и у вас такой маленький кармашек остается. Туда помещается немного еды. Вы много не съедите. Это влечет за собой негативные последствия. Потому что кислота у вас все равно в организме есть. Кислотность у вас присутствует. И очень часто есть при этом забор кислоты в горло. Вот если вы когда-то просыпались, и у вас чувство как будто вас либо вырвало, либо что-то такое, вы чувствуете прям кислоту, она обжигает вам связки. Вот такое очень регулярно у таких людей случается. Особенно из-за неправильного питания. Я выбрал шунтирование. Шунтирование – это отрезание желудка от пищеварительной системы. То есть он еще где-то во мне, но участвует как вспомогательную роль играет. А, то есть я думаю, у тебя вообще его вытащили оттуда. Нет-нет-нет. По сути я утка. Если можно так сказать. Еда заходит по прямой, и, ну, собственно, где-то в кишке там переваривается. Желудок все еще остался. Он отдельно. Вот желудок, вот здесь, точнее, вот здесь вот пищевод, вот здесь желудок. И маленький отросточек от желудка в кишку подает вот кислоту. Получается. Так. И что ты каждый день принимаешь? Какие-то таблетки? Что, расскажи, вот это вот интересно. Да. Это минус. Приходится принимать каждый день большое количество таблеток. Это и кальций, и железа, и витамины группы В, С, и просто, ну, просто много. У меня, чтобы вы понимали, у меня в столе два ящика сейчас забиты таблетками, потому что я беру сразу там на 3-4 месяца, и сейчас, конечно, приходится заменять их другими таблетками. Но суть одна. Их много, их нужно каждый день есть, потому что вы не получите того количества витаминов, даже употребляя огромное количество овощей и фруктов, в принципе, вы не получите столько, сколько дадут вам эти самые таблетки, потому что там концентрат, и он хорошо усваивается организмом. Это дополнительно. Если вы не будете этого делать, будет страдать все. Я сделал небольшой перерыв в витаминах, я об этом очень пожалел. У меня начались проблемы с печенью, у меня начались, ну, вследствие этого, повышенная нервозность, депрессия и прочие-прочие-прочие вещи. Особенно на щитовидку влияет очень негативно. Ну, собственно, вы можете понять, если бы вы находились на корабле и не потребляли ни кальций, ничего в ограниченном количестве, вы бы начали болеть. Ну, а вот скажи мне, а с этой операцией ты можешь съесть большое количество еды или все-таки нет? Я вот не понимаю. Если меня смотрит сейчас мой замечательный врач, то вам нужно перелеснуть примерно на минуту-полторы вперед. Всем остальным я расскажу. Иногда я не могу съесть целиком яблоко. Ну, вот не хватает у меня места, ну, вот никак. Хлебушка там немножко съесть, еще чего-то. А иногда я могу съесть весь стол вместе со столом, со стулом там и со всем, 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 всем. А как это происходит? Я не знаю, как это во мне помещается. Черная ли дыра открывается, либо еще что-то. Но я не знаю, на что это, почему так происходит. Но да, можно съесть очень много. И в другой момент можно не съесть ничего. Чтобы вы понимали, это когда на новогодний корпоратив вы приезжаете, заплатив и предполагая, что вы съедите тысячи на пять, а у вас поместилось на 200 рублей, и то вы переели. Да-да-да. Очень сильно. Врачи не рекомендуют при этом ни курить, ни употреблять алкоголь. Я не рекомендую ни курить, ни употреблять алкоголь. Но иногда очень хочется. Я особенно любитель трубочного табака и сидра. Но вот газированные напитки и табачные изделия, и алкоголь, они как бы очень плохо сочетаются с этим всем. Вот если бы я сейчас вернула тебя туда до операции, ты бы сделал ее опять? Да, либо я не смог бы подняться. Ну и все тогда, значит. Я бы был как выброшенный на берег Кит. Ну, такое себе ощущение. Опять же повторюсь, мне было достаточно комфортно и в той весовой категории. Проблема была в спине. Если бы не она, я думаю, что не стал бы делать. Ну, я думаю, что все люди страдают со здоровьем, со избыточным весом. Да, это есть такое. Вот сейчас, на самом деле, чаша весов, наверное, все-таки бы перевесила в бариатрию. Почему? Потому что, вы знаете, я в 14 лет и так далее носил какие-то классные футболки с принтами, панковал, носил длинные волосы и там, не знаю, какой-то бородок. В общем, я могу сейчас все это позволить. Я себя чувствую более молодым, хотя бы даже по этим параметрам, чем я есть сейчас. Что я хочу сказать? Вот нас с тобой познакомил Макс, Крэйзи Макс. А вот мне интересно, как вы с Максом познакомились? Макс меня познакомил, кстати, с Александром. Прямо на прямом эфире. Ты уже вышел тогда. И, в общем-то, как получилось? Я у Макса сидела на прямом эфире, пришел Александр. Фатформат. Макс такой, ой, Фатформат пришел. Я не могу понять, кто Фатформат, чего. Сидим и, значит, нажимаю на Фатформат. А, там не нажать. Я захожу, короче, к тебе на канал, думаю, ой, так это тот же парень, которого я смотрела раньше. Бегу быстрее к Максиму, говорю, Максим, вот бы с ним сделать интервью. Максим говорит, Фатформат, если ты еще здесь, давай интервью сделай его с Натальей. А ты уже ушел. А, меня сорвали записывать правки под сериал, да. Как вы познакомились с Максимом, кстати? Интересно. На самом деле, у меня такое ощущение, как будто мы знакомы очень давно, но это не так. Мы знакомы пару лет с ним. Удивительный человек. Он очень умеет замотивировать и мягко подвести к какой-то определенной теме, проблеме. Причем не указав на нее, а показав, что она где-то вот имеет место быть. И с ним вот очень приятно общаться, очень приятно. У меня такие эмоции, когда либо он мне что-то пишет, либо я пишу, он отвечает. Я такой, а, Максим ответил. Да, он классный, он классный. Он мне, насколько я помню, написал первый в... Что же это за соцсеть, запрещенная в России? В Инстаграм. А, Инстаграм. Все, вспомнил. Он мне написал в Инстаграм. Мы с ним как-то начали общаться. И потом в какой-то момент он... Он, кстати, тогда уже, по-моему, сделал операцию. И он тогда начал о ней говорить. И вот это вот все во мне постепенно назревало. И в этом я в итоге нашел выход. Максим, огромное спасибо за то, что показал мне этот путь. Как можно считерить и за год лишиться почти 90 килограмм. Просто вот ничего не делая при этом. Ну, вот ты очень сильно чувствуешь, да, вот эту разницу. У тебя спина не болит больше, да? У меня немножко болит спина. Все-таки это не... Но не так, как раньше. То есть, я больше вот этих клинов я не ощущал. Есть мем у меня на канале. В комментариях пишут, когда я попытаюсь... Пытаюсь поправить наушники, что я переключаю... Голосы. И так далее. И прочее, прочее. Вот. Нет, они у меня просто выпадают. Что это за что было? Я не поняла. Повыше. Ниже. А, это ты так сказала. Я думаю, что произошло. Это ты так сказала. Вот. Пародия, они... Такая штука, от которых очень сложно потом отказаться в жизни. Часто бывают дети где-то плачут. Не слушаются маму, там, истерят, скандалят. Делаешь какую-нибудь там... Эй, дружок, ну не делай так. Маму надо слушать. И все. И он вот так... И все. Ребенок пугается. Он никогда больше такого не делает. У него посттравматический синдром. Скорее всего, взрослый мужик говорит, как ребенок. Я хотел, наверное, встать, показать, как сейчас я выгляжу. Да, да, да. Мы хотим. И могу потом скинуть фотографии. Просто поставишь ее, так сказать, рядышком. Ну, что могу сказать? Девочки, мальчики, вы балдеете от его голоса? Вот все это время я балдею. Выглядит сейчас это примерно вот так. Вау, смотри как. Ну, я не видела тебя какой-то балдой. Я видела тебя только вот так, в рулетке. То есть, плечи твои. Как это выглядело раньше, я скину на фото. И, собственно, можно будет сопоставить. Посмотреть, как это действительно действует. Вас не узнают после того, как вы сделаете себе такую операцию. Вот я хотела спросить, у тебя люди, которые тебя раньше знали, что скажешь? Не узнают. Не узнают. То есть, ты говоришь, хей, бро, это я. Был забавный случай как раз на съемках рулетки. Вот я сейчас продолжаю это все снимать. Перезапускаю канал, так сказать. Я начинаю пародировать мужчина. Погоди, ты, знаешь, мне напоминаешь мужика такого толстого, такого ширного. Это ты. Он такой еще смотрит с недоверием. Вот такой, значит, такой, это ты. Да ладно. Куда? Где ты? Куда ты делся? Я говорю, да я вот перерыв брал на несколько лет. Вот, к сожалению, так получилось. А в смысле где ты? Ты что, такой плюской был? Я говорю, ну, так получилось. Ну, на самом деле, вот этот голос, которым ты сейчас говоришь, он к тебе прям даже больше сейчас подходит, чем тот. Там вот когда ты такой прям, ты такой-такой толстенький, и он еще такой молодой там кажешься совсем, и думаешь, как такой голос может быть в таком прям ребенке? Мне бы казалось, что ты прям совсем молодой. Вот, кстати, Александру 30 лет будет 18 июля. Я знаю. Да. 30 лет тебе будет? То есть ты должен отмечать этот день рождения, свою круглую дату как-то таким вот, чтобы мы на Ютьюбе что-то увидели. С размахом, да. Ой, дожить бы до этих 30 на самом деле. Расскажи мне про свою маму, папу, про свой брат, сестра, если у тебя есть. Что они говорят? У кого такой голос есть? У меня есть брат, у меня есть мама. Вот сейчас в Петербурге я живу с мамой. В ковидные времена я ее вывез в Санкт-Петербург. И так по сей, так сказать, момент мы живем вместе. Так же живем с братом, но брат сейчас, как бы так сказать, чтобы вы поняли, но не говорить этого напрямую, брат сейчас работает удаленно. У брата другой голос, совсем другой. Да, брат абсолютно, мы не похожи. То есть, если нас рядом поставить, никто не догадается, что мы братья вообще хоть как-то связаны и даже, не знаю, рядом живем. Нет, у нас разные папы, и, соответственно, мы вобрали все от своих. Ну, и, соответственно... А ты с мамой как-нибудь шутишь своим голосом? Что-то такое делаешь? Мама, что говоришь? У меня геолог. Чтобы вы понимали, в свою молодость она с двухстволкой расстреляла там в медведей где-то в тундре, в тайге. Я с ней вообще не очень привык шутить. Это очень опасное занятие. И не дай, Боже, мне просто забыть, что день геолога – это все. Это можно просто не заходить домой. Надо пару месяцев где-нибудь переботавать. И потом, когда она уже забывает об этом моменте, вернуться. На самом деле, маму я люблю. Она у меня замечательная, самая лучшая. Ну, да. Мама-то молодая, наверное, у тебя. Мама у меня 51-го года рождения. То есть, у тебя старший брат. Маме 72 года. Она меня родила, когда ей было 40... Поняла. Получается... 72 будет ей, 71. Когда ей было 41 год, насколько я помню. Вот она уже говорит, я вот чувствую, есть такое пенсионное настроение. Скоро на пенсию. Дай, думаю, тебя рожу. Я такой, спасибо большое. А чем заняться на пенсии? Воспитывает ребенка. Нет, 40 лет родить – это супер. Это вообще подарок. Ну, да. Мама боевая. Она такая, ну, ладно, рожу. Скажу. Потом булочек. Булочек поем. Ну, вот как-то так вот оно и получилось. Александр, скажи мне, где ты вообще находишься? Вот это что у тебя там за такое красивое все в каких-то гербах? Вижу там какой-то фильм у тебя играет постоянно какой-то мальчик. Это же модно, да, сейчас полочки на заднем фоне. Я вижу серебряную кнопку. А, да, я ее прячу от всех, чтобы она как бы была в кадре, но ее как бы и не было. Ну, между прочим, ты бы сейчас уже получил золотую, если бы ты тогда продолжал делать YouTube. У тебя было бы уже миллион, потому что у него такие просмотры там эти милетки. О, на старте канала был просто невероятный и потрясающий феномен. Я когда создавал канал, через неделю там уже было 200 тысяч, по-моему. Вообще. Сейчас 270, да. Да, мы просто все сидели, обновляли цифры канала. Надо было на лайв поставить, там лайв как казино показывать. 110, да, лайки, лайки, все вот это крутилось. То есть, обновляешь, вот так думаешь, о, господи, там 103 тысячи. О, 103 с половиной еще раз обновил. А там есть, знаешь, что? Там есть лайв, где показано прям в жизни, как оно меняется, эти цифры. Social Blade есть такая платформа. Собственно, мы смотрели через Social Blade. Есть такой сервис Social Blade. Вы можете посмотреть, на самом деле. Это довольно прикольно, когда ты смотришь, в день по 20-30 тысяч подписок летят. Это вообще... Да. У меня был выбор. Продолжать блогерскую деятельность. Либо исполнить свою мечту. У меня, на самом деле, мечта была рисовать мультфильмы и озвучивать их. Вот. Рисовать? Ну, да. Художник из меня не получился, хоть озвучиваю. И я выбрал профессию. Я вообще ни о чем не жалею. Потому что я познакомился с потрясающими актерами, с героями. А с кем ты работал, расскажи. Ну, скажи, кого хочешь. В общем, я всех упоминать не буду. Но Максим Сергеев, это официальный голос Микки Мауса в России. Станислав Концевич. Вы его можете помнить по... Люди в черном, если видели. Вот он... Как же этого актера-то зовут? Уилл Смит. Да, он официальный голос Уилл Смита в России. Таким мастодонтом. Елена Шульман. К сожалению, вот абсолютно недавно с ней случился очень... В общем, она погибла на автобусной остановке. Тоже потрясающий профессионал. Очень веселая, добрая была. Скажи мне, а учат вас вообще вот этой озвучки? Ведь нужно там... Каждый раз он споткнулся, упал, что-то вздохнул. Ведь это надо все вот как-то успеть. Как это... Как это там у тебя учили? Расскажи. Ну, по сути, если разделять озвучивание, есть... Кроме дикторского, декламационного ремесла, там, начитки аудиокниг и прочее, озвучка фильмов, мультфильмов, она попадает по две категории. Это закадровое озвучивание, когда вы слышите голос оригинального персонажа и поверх него еще актера. То есть, два голоса. И дублированное, это когда полностью переозвучивается персонаж. Вот, держим это в голове. В закадровом озвучивании мы не воспроизводим звуки дыхания, физики, только начитываем реплики, текст персонажа. Ну да, потому что ты слышишь другого человека. Да, да, да. Мы просто поверх них пишем, чтобы не перебивать их, но дополнять, скажем так. И получается эффект, как будто актер говорит своим голосом на русском языке. В общем, очень прикольный такой эффект. Как будто транслируется непосредственно в голову. Все вот это. И дублированное озвучивание, где мы пыхтим, кряхтим. Вот, дублированное. Очень трудно. Да. Да, на самом деле, ой, прошу прощения, слетело. На самом деле дублированное озвучивание мне дается тяжелее, чем закадровое. Я закадровое больше люблю. Ой, люблю я больше дублированное, но закадровым я лучше себя чувствую. Если мы озвучиваем дублированное, то чаще всего, если это не свой какой-то проект, озвучивается это все в профессиональной студии, озвучивается со звукорежиссером и режиссером дубляжа. Звукорежиссер непосредственно работает с актером в плане записи, нажимает на кнопочки, записывает, возвращает там все вот эти технические части. И режиссер дубляжа полностью посмотрел или посмотрела фильм, выяснила для себя, кто эти персонажи, их мотивации, взаимодействия, всю вот эту химию и объясняет актеру перед началом записи актерскую задачу. Например, у вас старик одинокий, там к нему приезжает сын, в конце он умирает, сын над ним рыдает, нужно все это передать. Но мы его не любили, а вот полюбим в самом конце. И вы понимаете, какая примерно градация должна быть их отношений. То есть от какого-то такого холодного полуоторжения, что мы не гордимся ребенком, а потом в конце мы наоборот признаемся, что всегда гордились, просто мы не могли себе в этом признаться. И вот этот вот момент перемещения одного психологического, эмоционального состояния персонажа в другое, вот это самая главная магия. Касательно дыхания, сдохов и ахов, мы когда записываем, дублируем картину, мы слышим все равно голос оригинал. То есть мы слышим, да, где вдох какой-то, где и есть, но не всегда он присутствует. Чем мне нравится отечественная школа дубляжа? Мы воспроизводим нужные необходимые звуки, это, соответственно, физика, дыхание, там, где персонаж явно это делает. В американском дубляже, тех же мультфильмов, или вот в турецкие недавно попадались, там вообще очень сомнительные, так скажем, моменты, когда непонятно было, персонаж дышит, а дыхания нету в принципе. Мы вот от себя докидываем. То есть если персонаж дышит, мы дышим, если кашляет, кашляем, если он что-то поднимает, то мы напрягаемся, и, соответственно, все вот эти моменты. Плачь, плачем, смеются, смеемся. Это очень здорово. Как раз возвращаясь к тому моменту, когда я говорил, что начал заниматься озвучиванием, как раз потому, что мне нужна была эмоциональная разрядка. Друзья, если вы никогда не пробовали озвучивать, просто попробуйте. Это самая потрясающая ролевая игра, в которой вы можете поучаствовать в своей жизни. Мне кажется, я в Инстаграме у тебя это видела, где вы там наполовину разделили на кран, и ты как-то смотришь мультфильм. Да, да, я в одной школе озвучки. Как раз мы от нее делали контент, где озвучивай вместе с нами. Там, зачитывая реплики такого-то цвета. Школа называется VoiceCraft, и там у нас был такой классный контент в ТикТоке, пока еще у нас ТикТок работал. Было очень здорово, потому что как раз во время обеденного перерыва, когда уставший приходишь домой, или наоборот, чтобы заряд бодрости с утра получить, человек увидел, вышло новое видео, он с нами делал дуэты, озвучивал, и, соответственно, там переходишь по звуку, и смотришь, как сотни, десятки людей просто вот вместе с тобой что-то озвучивают. Это потрясающая эмоциональная разрядка, потому что за одну серию, либо какой-то кусочек эпизод, вы можете и отсмеяться, и поплакать, и поверить в это все абсолютно. То есть вы можете, если вам где-то необходимо было погрустить, вы сделали это в рамках озвучки, вы прочувствовали это вот всем сердцем, душой. Если вам нужно было, наоборот, поднять себе настроение, берете комедию и шутите с текстом, как вот там написано, поверьте, это подарит просто самые позитивные, самые замечательные ощущения. Ну вот, я полюбил это дело. Ни дня не проходит без озвучки, и это самое лучшее, что есть в мире просто. Скажи мне, а как тебе легче озвучивать все-таки такой грубый мужской голос, или такой вот, там, ну, не знаю, тоненький? Как тебе интереснее, так скажем? И не то, что труднее. Вообще, знаете, мне очень нравится типаж. Чаще всего попадаются как раз-таки грубые, низкоголосые персоны. Ну, это понятно, почему. Вот, в мультипликации когда-то там попадаются, например, когда мы озвучивали с Ириной Обрезковой, это актриса Дубляжа, очень классная, Южный парк для одной из студий. В общем, если что, ищите Южный парк в озвучке. Чтобы там был Александр Фенин и Ирина Обрезкова. Вот, да. Вот так вот, такой квест. Собственно, мы там озвучивали вдвоем всех персонажей. Персонажей там сотни. И для каждого нужно подбирать свой тембр, свою стилистику, свои какие-то... В общем, передавать характер оригинального персонажа. Мы озвучивали закадрово, поэтому нам нужно было еще и соответствовать тембрально под этих персонажей. Там есть очень такой гаденький... Там смысл мультфильма Южный парк в том, что дети сквозь призму там детского восприятия и каких-то сюрреалистичных моментов обозреваются вполне серьезные темы. Но в таком немножечко туалетном формате юмора. Ну, такой вот сериал. Но он юмористический в первую очередь. И там есть такой гаденький персонаж Эрик Картман. И у него есть друзья Стэн и еще несколько человек. Вот как раз мы с Ириной делили этих детей между собой. Тебе надо было несколько детей озвучить разными голосами. Да, да, да. И это все за кадр. Нужно понимать, что там не пишешь реплику и потом вторую реплику, и звукорежиссер останавливает. А он такой включил, он так сел, и ты закладываешь... Какой голос? А вдруг ты перепутаешь? Да, да, да. И ты просто смотришь, там красненьким выделен Эрик, желтеньким Стэн. Спасибо, что мы размечали это все, потому что я бы запутался вообще. И... Конечно. Слушай, бацаны, пойдемте, нужно сделать это. Картман, хватит уже это делать. Стэн, выходи, тебе нужно выйти. Нет, пацаны, мы никуда не пойдем. Картман! Стэн. И ты просто вот варьируешься между голосами и пытаешься не запутать. Там есть нетрадиционная сексуальная ориентация мистер Гаррисон, он потом влазит в беседу. Мистер Гаррисон, мы принесли вам домашнее задание. Да, мистер Гаррисон? Ой, ладно, хорошо, кладите сюда. Да и вот как бы вот это вот... Мне нравится типаж персонажей необычный, чтобы у него был нестандартный, нетипичный голос либо манера речи. Очень нравится как раз озвучивать... Я не знаю, как... Ну, нетрадиционной сексуальной ориентации мужчин. Да, то есть, по сути... А женщину... Вот ты можешь женщину изозвучить? Женским голосом. Я, к сожалению, не смогу, потому что я все-таки... Ну, мало ли, может, ты можешь. Я не знаю. Что такое? Что такое? Вот. Да, это очень высоко. Вот, я могу в писку идти, это да, но это будет не то. А как, а поговори голосом вот капитана из «Мальчика-дельфина». Бытует много разных легенд, но никто не знает их все. Кроме меня, капитана Мурварида. Ну, это просто немножечко хрипловатый такой, низковатый, а-ля Гарик Бульдог Харламов, да, и так далее. Я вот все это время, даже вот я говорю, неважно, о чем он говорит, о операциях, я просто балдею от его голоса, я его слушаю, я просто... Мне неважно, о чем даже, вот честно, это так классно. Хоть кто-то. Нет, ну, на самом деле, это неудивительно. Вот, когда Станислав Концевич начинает говорить, вот это потрясающе. Это, если не знаете, загуглить неповторимый голос, слушать такое вживую, это как прижаться к груди ангелу, наверное. Ну, какой там уж прям голос? Я не знаю, я не слышала ни разу. Чистый мед в уши. Серьезно? А что там прям? Очень-очень хрипловатый или какой? Я не знаю. У него такой неповторимый тембр голоса и вот своя стилистика подачи, он сильно не разводит персонажей, вот как раз-таки это разведение персонажей, когда мы вверх-вниз уходим, вот у него они более к своему голосу приближены. Но он так их отыгрывает, что вот не сразу поймешь, что это один человек. Представляете себе такой феномен? Один голос, разные персонажи, но все звучат по-разному, потому что характеры переданы вот абсолютно отличимы, неповторимы. Замечательная актерская школа и вот трясающая. Знаешь, что самое интересное, что вот ваши голоса знают все, а вас никто не знает. То есть вы как бы в тени, да? И вот если поставить какой-то фильм, там мальчик-дельфин, да, все голоса знаем. А Александр Фенин кто такой? Поэтому я хочу, чтобы все знали, кто такой Александр Фенин. Я хочу, чтобы все знали, какой это вообще человек. Я уверена, что многие на моем канале сейчас напишут, да, мы его смотрим. И многие напишут, что мы не знали, и они с удовольствием пойдут смотреть, конечно. Мы очень хотим, чтобы ты продолжил свои рулетки. Будем смотреть. Я небольшой фанат своего творчества, но если кому-то нравится, то это путь, что ты делаешь. Ну, как это не фанат? Это просто уникальность. Я очень самопритичен к своей маме. Нет, это большая уникальность вообще и особенно. А помнишь, вот я не знаю, конечно, тебе всего 30 лет, но все равно, наверное, ты знаешь или может быть ты видел. 29, еще не 30. И все еще здесь. Два месяца. Послушай, 29, да. Но я имею в виду, что ты еще молодой, и ты, наверное, не смотрел раньше фильмы, которые самые первые тогда. И вот такой мужик озвучил вот так вот, он озвучил, помнишь? Володарский? Кто ему как-то сказал? Колобя Пикчерс представляет. Да, да, да. Вдос немножечко, Гудоса, еще такая стилистика, как будто вот это вот. И он просто без эмоций вообще их переводил же, без эмоций абсолютно. Нужно понимать, как он вообще озвучивал эти фильмы. То есть ты знаешь этого человека? Лично мы не знакомы. Нет, он легенда. Володарский? Ну, не он один, да, в то время озвучивал их, там несколько человек было. Но вот как раз примечательный Володарский, потому что забыл фамилию, еще очень похож на него голос был. Ну, в общем, чтобы вам понимать, это синхронный перевод. То есть вы видите перед собой текст, да, либо не текст, либо слушаете, как говорит. Вы переводите и в тот же момент озвучиваете. Вот это то, чем занимался в свое время Володарский. Он не выписывал реплики. Он не записывал потом, как это делают сейчас другие актеры через монтажный лист, там с тайм-кодами. Нет, он слышал, он переводил, и, собственно, это намного гораздо просто более колоссальная работа, чем можно себе представить. Серьезно? А я думала, наоборот, что он там говорит, 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 говорит. Смотрите, здесь есть... Смотри, мы же на ты. Здесь есть очень интересный момент. Что нужно сделать актеру, чтобы что-то озвучить? Во-первых, говорить, но это еще не все. Голос – это абсолютно не все. Важная техника. То есть нужно определить, кто есть наш персонаж. Вот мне попадается персонаж. Смотрю пол, смотрю возраст, смотрю телосложение, как он себя ведет в кадре, характер, его отношение к другим, других к нему. Буквально секунду проходит. Вот анализ идет мгновенный. Затем я начинаю его слышать. Буквально секунду я понимаю, как нужно его озвучить таким образом, чтобы попасть под него тембрально, стилистически и так далее. То есть есть какие-то стереотипы, паттерны. Поэтому я очень люблю не шаблонных персонажей, не заставляю попасть. Блодавский ничего этого не делал. Он ничего вообще... Там кто-нибудь кричит «Ура!» Он говорит «Ура!». Вот. Это что сейчас делают. Это актер, разводящий персонажей. Вот как я. Есть актеры, неразводящие персонажи. Они говорят одним своим голосом. Им больше не надо. Они вот делают так. Блодавский как раз относится к неразводящим персонажам. И вот с ним интересно... Вот вы попробуете что-нибудь переводить автоматически, при этом говорить это под запись. Это синхронный перевод, я поняла. Это психологический момент. Но когда ты озвучиваешь фильмы, в которых мы слышим голоса еще и актеров настоящих, это же тоже выглядит как синхронный перевод. Вот это вот объясни мне. В чем разница? Ну, здесь процесс разный. Мы получаем готовый текст. Тот же самый Володарский. Он автоматически это все переводил. То есть он... Просчитывал связь между персонажами. Он делал всю вот эту же актерскую задачу. Он понимал, как должен сказать один персонаж другому персонажу, чтобы получить от него такую-то реакцию, которая... Он даже... Он не смотрел фильм перед тем, как его озвучить. Он все это делал на ходу. Просто представьте, что вы впервые садитесь на велосипед, допустим. Вы знаете теорию, как это крутить нужно. Вы садитесь на велосипед, допустим, и педали находятся близко к рулю. И вы ноги поднимаете, начинаете крутить. Вот это примерно степень тяжести того, с чем сталкивались актеры в свое время. А его голос, он вот такой и есть? Вот этот вот, вот такой? Или он... Да, 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 да. Там вроде как какая-то с перегородки была проблема, но не буду голословить. Точно не знаю. Специфический, но это голос детства. Например, я если его слышу, я погружаюсь в те времена. Да, и я вот и хотела тебя спросить про него, очень хотела. Знаешь ли ты, что вообще там... Как-то очень странно. Вот мне было всегда странно, что он говорит в одном тоне, а все равно мы видим эмоции людей вот в фильме, да? И мы все равно прочувствовали. Он их все равно передает, потому что если бы он не передавал эмоции, это бы очень плоско звучало, и это бы не звучало в принципе. Ну, знаете, роботизированный такой был бы машинный текст, как вот нейросети озвучивают, примерно было бы так. А мы чувствуем все-таки химию. А вот этот Володарский улежит в России или в Америке? Где он живет так хорошо? Я не знаю. Вот это не знаю. Я знаю, что с недавнего времени очень большое количество актеров переехало в другие страны. В Мексику, в Турцию, в Америку и так далее. Но профессия не предполагает... Нет, ну просто знает так английский язык с переводом. Я из-за этого спросила, да? А, нет, ну насколько я помню, у него как-то это с профессией связано. Хотя тоже сейчас, наверное, наговорю, а это все не так на самом деле. По слухам он вроде как связан со всем этим, с переводами, с инвестикой. Я не сказал даже фамилии. Я даже не знала фамилии Володарский. Надо будет погуглить про него, посмотреть. Саша, у меня к тебе следующий вопрос. Вот смотри. Сейчас очень много звонков поступает людям с этими вот скамерами, которые разводят тебя на деньги или что-то такое. Ты использовал свой голос, чтобы их тоже как-то развести, потроллить? Вот мне интересно. Ты вообще вот когда по телефону разговариваешь... Было, было такое, было. Ну, дело в том, что у нас тут часто базы телефонные сливают и, соответственно, звонят из службы поддержки там Сбербанка. Ну, это везде у нас тоже. Еще моментов. И, да, на самом деле, очень прикольно где-нибудь там через ладошку... И так далее. В общем, там через ладошку где-нибудь так, чтобы как-будто помехи были где-то какие-то. И этот человек не сразу понимает, что с ним разговаривает взрослый, потому что вот этот надлом все равно слышно, когда микрофон хороший, когда через телефон это все, так сказать, уходит в ту сторону. И, получается, начинает человек принимать правила этой игры. Он... Здравствуйте. Это служба безопасности Сбербанка. До нас дошли сведения, что с вашего счета там что-то там списываются. Алло. Как? 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 И, в общем, отходим немножечко в комнату. Вот я просто дурачился. Что? Кто? Что? Что надо? Сперва звонят. И, в общем, там передай трубку папе. Час. Папа. И вот это вот всякая таласия. Где-то минут, наверное, десять я так поразвлекался. И потом в конце говорю, ладно, может, ты молодец. Ну, все. Он очень-очень пытался в тот момент мне, как ребенку, объяснить, что надо трубку передать и отдать. И я прям вижу, что он начинает закипать, нервничать. Он вот это дно держит себя в руках. Так, спасибо большое, если ты смотришь этот выпуск, если ты меня помнишь, за твою выдержку. А ты не записывал, да? Такими вынимайся. Нет, нет. Это же тоже интересно. Вот если бы ты вот этим вот голосом своим с ними поговорил, с этими... Я думал над таким контентом, но это надо, во-первых, поймать момент, когда тебе кто-то звонит. Это было очень круто. Я, честно говоря, я удивлен, как люди успевают вот это сесть на диван, поставить камеру, вот когда... Потому что они буквально звонят, и ты вот не ответил десять секунд, все, сбрасывается. Не, ну ты ответил и скажешь, подождите секунду, пожалуйста. И они подождут, а ты за это время... Конечно, это блин, ОБС включись и так далее. Нет, на самом деле... Сделай как-нибудь. Это вот нужно второй телефон иметь, вот так себя снимать, через один говорить, через второй снимать. Ну, было бы интересно, конечно. Ты бы как включил этот голос вообще, они бы там просто, мне кажется, да, речи... Вот ты знаешь, эта девушка, которая в России тоже, Алиса, по-моему, да, Алиса, вот этим с голосом. Шитова Татьяну. Да, да, да. Татьяна Шитова? Да. А, ну, может быть, я не знаю, как их... Но голосом Алисы говорит, она и поет тоже. По версии некоторых актеров, актер озвучки должен оставаться за кадром, чтобы вот Елена Шульман так думала, «Царствие небесное», что нужно оставаться за кадром, и никто не должен знать, как вы выглядите, потому что тогда ассоциативного ряда не будет. Человек себе придумает, как вот ты выглядишь в реальной жизни. И вот этот образ, он накладывается не на живого человека, а на персонажа. Вот, например, все мы знаем, как выглядит Анжелина Джоли, да, но не все знаем, как выглядит актриса, озвучивающая Анжелину Джоли. Так что, ну, здесь, соответственно, голос, это по сути... Голос перестает принадлежать вам, если вы становитесь официальным голосом какого-либо актера, либо персонажа. Есть только персонаж, и вы просто помогаете его дополнить. Да, кстати, вот это, наверное, то же самое произошло с Кларой Румяновой, которая изображала зайца, да? Ну, погоди. Да-да-да. Ведь мы тоже не знали, как она выглядит очень долго, потом только нам показали ее. Это вот... Это хорошо, когда ты смотришь это в рамках хроник каких-то, когда уже персонаж давно ушел со сцены, скажем так, и вот мы смотрим, а вот на самом деле это было вот так. И это классно воспринимать, потому что ничего себе! А я вот ее представлял там вот так вот, или вот его представлял там такой здоровый мужик должен быть, шкаф подобный такой, басистый. А по факту там сидит человек такой в очках, очень такой щупленький такой, да-да-да, и вот так разговаривает. И, соответственно, мы смотрим на таких людей, и у нас диссонанс возникает. Вот он не должен так говорить, да, стереотип работает. У него должен быть другой голос. Но вот он есть такой, и это нас удивляет. Вот. Ну, и все равно и так интересно. Я вот тебя знаю, твоим голосом, и смотрела сегодня, вот еще раз посмотрела, как-то озвучивал капитана, мальчик. И мне, наоборот, как бы не понравилось. Мне, наоборот, классно, что вот я знаю, как ты выглядишь, и этот голос мне нравится. Ну, вот я считаю, что в этом ничего плохого нет. И, собственно, актерам дубляжа за кадры, дикторам, если они... Ну, не у всех получается в медиа, скажем так. Я не уверен, что у меня сейчас в медиа обратно получится вернуться, потому что это такой ситуационный момент был с каналом, с чат-рулеткой, который уже, собственно, ну, прошел. Поэтому нигде никаких гарантий нету. И я решил снимать просто для души, для себя, для остальных, потому что, ну, должно быть какое-то хобби. Вот. Когда твое хобби перерастает в работу, оно все еще потрясающее и самое лучшее. Но оно работа. Вот. Вот. Так что я решил... Слушай, Саша, ну поговори еще что-нибудь. Ну, какими голосами. Я не могу. Прямо меня так балдею. Я сейчас расскажу маленькую историю. У меня часто заказывают поздравления, либо какие-нибудь пародийные звуковые сообщения. Либо позвонить там ребенку, либо еще что-нибудь поздравить с днем рождения. Это вот классическая ситуация. Часто такое бывает. Под Новый год Дед Мороз это вообще... Как это можно заказать? Тоже, кстати, надо знать. Вдруг у нас кто-то... Все очень просто. У меня на канале есть контакты, ВК, Телеграм. Вот прям пишите. В общем, да. Если будет интересно. Был один очень классный случай. Папа, полярник, не успевал к дню рождения сына. И вот он целое письмо написал от персонажей, от смешанников для своего сына. И попросил прощения за своего папу, что он не успевает, но он через месяц обязательно будет. И вот я читал, и я просто плакал. Правда? Да, я очень эмоциональный человек сам по себе и эмпатийный. И там я чувствовал, так сожалеет отец. Их должны были доставить. Сменка должна была случиться. Но там что-то не так пошло. И на месяц и 10 дней, по-моему, их оттянули. И вот я записывал персонажа из этих смешариков. И я переписывал раз пять, потому что я слышал, как голос дрожит. Может, и надо было, чтобы смешарики заплакали? Нет, нет. Всегда результат должен быть такой, что персонаж должен показывать себя. Наоборот, он должен был подбодрить ребенка и сказать, что там голосом Лосяша «Все хорошо, твой папа скоро приедет», допустим. Да, и он приедет, и вы будете играть вместе. «Все правильно, да, он скоро приедет. Мы пойдем копать картошку», и прочее, прочее. Ну, и вот это все в формате письма. И что, как он тебе рассказал, как ребенок среагировал? Или вообще что-то? Знаете результат-то? Да, он сказал, сыну очень понравилось. Мама там тоже слушала, очень понравилось. Ну, это здорово. Я тогда денег за заказ не взял. Пусть меня простят люди, которые платили за это, но в тот момент я просто не мог взять деньги, потому что я получил такой... Я заработал эмоции. Я заработал просто самые настоящие натуральные эмоции. А длинное письмо было, да? Ну, где-то на две минуты. Там персонажи комментировали достижения ребенка, чего он достиг в спорте, в учебе, что он молодец. И вот там рассказывал там Лосяш по секрету, что ему папа привезет. И вот как бы вот такое вот все. И они вроде как вырывали друг у друга письмо. Я накладывал сейчас звук вот этой вырываемой бумаги. Как круто! Классно получилось. Ну, конечно. Я, к сожалению, не могу это включить. Нет, нет, все понятно. Потому что все-таки это конфиденциальная штука. Да, я вот храню ее у себя. О, слушайте, у кого там есть внуки, дети, это просто что-то с чем-то. Я вспоминаю. Так ты озвучиваешь... Вот Шмешарьки, я даже не знаю, что такое. Я никогда не смотрела. Но это, видимо, что-то известно для детей. Это такой очень популярный развивающий мультик, скажем. Ну, даже не развивающий. Он всевозрастной. Там философия своя есть и для маленьких, и для взрослых. И комедия, и драма, и очень-очень много поднятий серьезных тем, тем семьи, верности, дружбы, любви. Вообще всего, что только можно. А что еще ты такое известно озвучиваешь? Ну, я Смешарьков не озвучиваю. То есть, я только пародирую. Ни в коем случае не подумайте. А я поняла, что ты озвучиваешь их. Только хорошо, что тогда я поняла. То есть, ты можешь изобразить их голоса, да? Ну, по сути, да. Более-менее приблизительно. Сейчас, к сожалению, после недели очень рабочие у меня связки подсели. Показывать так, в принципе, ничего и не могу. Но вообще, достаточно широкий спектр персонажей и диапазон. Ну, достаточно просто посмотреть фильмы. Ну, а есть такое, когда тебе предлагают, и ты отказываешься и говоришь, нет, я твоя не... Это я не хочу озвучивать. Есть такие вещи? Да. У меня есть три принципа, которые я в любом случае, ни в коем случае не допускаю в своей работе. Так. Первый принцип – это никакой политики. Да. По всем понятным причинам. Я не хочу, я политичный человек, не хочу, не люблю. Нет. Я не трогаю никакой религиозный материал. Потому что, когда делаешь что-то для одной группы людей, это может негативно восприняться другой группой людей. Я не трогаю религиозные и политические темы. И также я не озвучиваю ничего, что может так или иначе оскорбить честь достоинства другого человека. Например, часто пытаются заказать в том числе и какие-то приколы для своих дружеские с посылами, с оскорблениями и так далее. Ну, то есть в контексте этого человека это может быть и позитивно, если бы он сам это говорил своему другу, если у них так принято и так далее. Но в данном случае все равно выступаю катализатором этого всего я. То есть мой голос участвует в процессе формирования, так сказать, какого-то посыла человеку. И я очень не хочу, чтобы у меня голос, я вообще сам как человек ассоциировался у кого-то как, ну, не знаю, такой негативный персонаж. Нет. Я не хочу никого оскорбить, и поэтому я вот не трогаю эти темы. Вот что я хочу сказать всем сейчас. Вот вы сейчас слушаете, да, Александр, вот то, что он сейчас говорит. И я хочу сказать тебе, что это очень редко бывает, чтобы молодой человек вот так вот был воспитан. Вот почему вы с Максом, кстати, хорошим человеком? Мама-геолог. Мама-геолог, потому что Макс тоже воспитан в точности так же. Почему? Вот я обожаю тоже Макса, мы с ним 8 лет дружим, да. Потому что у него есть ценности. Вот эти ценности, которые ты не можешь нарушать, и которые ты не переступишь. То есть я обожаю. Вот я сейчас тебя слушаю и думаю, если бы все люди такие были на земле, у нас бы просто был, как говорится, мир благодарен. Это был бы кошмар. Ну, прям. Было бы скучно и неинтересно. Нет, это не скучно и неинтересно. Ты же очень интересный человек. Ты так же наверняка любишь все шутки и смеешься. Но вот эти грани, которые ты не переступаешь, это твои принципы, это очень приятно. Есть то, что можно пошутить в своей компании, скажем так. То есть с семьей, с друзьями, а есть разделение работы, рабочего и публичного. И, честно говоря, я очень сильно расстраиваюсь, когда вижу, что публичные лица себе допускают какие-то негативные высказывания в адрес кого-то. Именно публично. То есть вы можете перемывать кости кому угодно, как угодно, там где-то между своими компаниями. Но публично кому-то что-то вот, не знаю, на это неправильно, мне кажется. Потому что здесь вы вроде как с транспарантом ходите и кого-то оскорбляете. Ну, зачем кому это надо? Ну, да-да-да. Так, а я послушаю сейчас другая тема. Александр, так ты вообще сам-то из Санкт-Петербурга, ты родился-то или в Москве, я не поняла. Ты что-то и про Москву сказал мне, что ты маму перевез из Москвы в Санкт-Петербург. Я северный человек. Я родился в городе Дудинка, Красноярского края. Это Таймырский полуостров, там чуть выше это город Диксон и еще выше это Ледовитый океан северный. То есть ты оттуда? Минус 60, там такое вот. Я, да, я родился в Дудинке, я жил там какую-то часть времени. Затем мы переезжали на юг, на восток, на запад, и мы просто вот колесили везде и всегда. И, собственно, здесь мы как оказались. Ох, у нас такой круговой получается рассказ. Я снял рулетку, начал расти канал, и меня пригласил в Санкт-Петербург директор одной из студий. Не буду называть ее названия, потому что, ну, мало ли. Да, неважно. Вот он пригласил у них озвучивать. Уже у нас. И как тебе Санкт-Петербург? Ты живешь на Санкт-Петербурге. Потрясающий город. Потрясы. Я знаю, что для каждого его город лучший. Но вот для меня не Дудинка лучший город, а Санкт-Петербург. Это город, из которого я не хочу уезжать. Я буквально здесь как в 19-м году поселился, я отсюда еще не выезжал ни разу. А в каком районе ты живешь, можно спросить? Я знаю Васильевский остров, я знаю Пушкин. Центральный район, недалеко от Чернышевска, который закрыт сейчас на ремонт. Кто знает, кто знает. Мне очень повезло. Ну, я на съемной квартире живу. Мне очень повезло снять замечательную квартиру по очень демократичной цене. И хозяин просто святой человек, я считаю. Он в ковидные времена недорого получилось ее снять. И до сих пор цена держится. И я просто вот, боже, это счастье. Это счастье, когда растет только ЖКХ. Не сбрасывай, ради бога. Тьфу-тьфу-тьфу, стучу по всему деревянному, да. Ну, вот я не знаю этого района. Как далеко, допустим, от Невского? Вот я знаю Невский. Далеко это от Невского? Ну, как сказать? Это прямо самый центр. А Невский это центр, да, считается? Потому что я часто очень ездила в детстве. И вообще в Санкт-Петербург умер. Но вот как бы весь район я не знаю. Невский проспект. Невский. Ой, я сейчас начну заикаться. Невский проспект. Правильно? Да. Он южнее находится от меня, примерно, на километр. Ну, то есть... Километр? Так это прям ты у него и живешь. Ну, по сути... Ну, а маме как твоей Санкт-Петербург? Ей очень нравится. Но чтобы я смог ее куда-то вытащить в музей, либо в театр, либо еще куда-нибудь, я очень люблю это все действие. Это целое приключение. Вот она у меня больше домосед. Но я все-таки... Она, наверное, да, в молодости... Третий год не оставляю попыток ее, да, в Эрмитаж затащить, чтобы она там потерялась и все-таки нашла что-то более прекрасное, чем телевизор. Ну, а куда ты вообще вот ходишь? Вот у тебя свободный день. И куда ты любишь ходить в Санкт-Петербурге? Что ты любишь посещать? Я где-то, наверное, год только как что-то посещаю. Ну, опять же, у меня были проблемы со спиной. Я вот буквально по студиям ездил и дома находился. Вот. Как только начал худеть, появилась энергия. Нужно было ее куда-то одевать. И вот большим открытием для меня было, например, огромное количество тандырных. Ну, это то есть тандыр, знаете, да? Нет. Тандыр – это такая восточная печь, глиняная, по-моему. Вот туда лепешки закидывают, самсу, шашлык в нее жарят. Это такая вот глиняная печь. Накрывают крышечкой, там угли тлеют. Вкуснейшая штука. И вот здесь оказывается, в районе, где я живу, огромное количество тандырных. И я в гастрономическое турне просто ушел, да. Там самсу куплю, здесь самсу куплю, здесь какой-то лавашик, здесь еще что-нибудь. Ну, и, соответственно, я люблю посещать бары, люблю посещать кафе. Я как любил еду, я так ее и люблю. Только сейчас я от нее не полнею. Ну, и, соответственно, все. Это классно. Будьте готовы. Если вы делаете себе операцию, имейте в виду, что с жирной пищей у вас отношения прекратятся, скорее всего. Потому что, ну, есть свои нюансы, но поверьте. Кусочек сала съесть, это приключение. Масло там выпить, растительного, это тоже. Позвольте, вот. Так что имейте в виду, что очень жирная пища для вас будет, ну, не то чтобы недоступна, но неприятные последствия иметь. Но! Вы не будете чувствовать голода, и она вам нафиг не будет нужна. То есть, вообще ты голода не чувствуешь? Вообще. Я ем по будильнику. Без шуток. Вот у меня... То есть, если ты не ешь, ты не вспомнишь? Да я нет. Я скучаю только по вкусу. Так. Вот иногда. Вот думаю... То есть, желудочек не сосёт от голода. Да, нет-нет-нет. Вот есть не хочу. Представьте, что вы вот наелись, и у вас ощущение сытости. И вот такое вот всегда. Я не ощущаю голода. Хотя это, вот, как мне сказал врач, это не очень нормально. Как бы чуть-чуть надо, а я вообще не ощущаю. Поэтому я ем по будильнику. Либо, если я чего-то захочу. Вот напахнуло мне шашлыком. Простите меня, если слёнка пошла у вас. Напахнуло шашлыком, там, ребрышками на гриле или ещё что-нибудь. Мясо люблю. И вот, вот хоть убей. Вот хочется и всё. Вчера, например, с огромным удовольствием съел целую банку бочковых солёных огурцов. Вот захотел – съел. Не хочется – не ем. Но здесь, видите, какой тоже нюанс. Это, я считаю, невкусовые предпочтения. Потому что я ем в том числе и то, что мне раньше не нравилось. Например, я не очень любил кукурузу. А сейчас очень люблю. Мне не хватает витаминов. И сделать операцию у вас точно такое же будет. У вас поменяются все вкусы, и вы будете хотеть то, чего вам конкретно не хватает. Вот не хватает вам минералов, витаминов и так далее. Например, когда не хватало мне кальция, я был готов сожрать мелок, вот, которым рисуют на доске. Прямо так хочется. Я сидел и вспомнил, что у меня одногруппница из колледжа культуры в своё время ела мелки. Вот было 8 марта, мы всем цветы дарили, а ей коробку мелков. Потому что у неё кальций плохо усваивался, и она мелки ела. И я вспоминал и думаю, господи, как это, наверное, вкусно. И я пошёл, купил себе мелок и съел его. Ну, а и как он на вкус? Потрясающе. Он не имеет вкуса, но я, видимо, кальций себе восстановил, больше не хотелось. Обалдеть. Ну, тогда хотелось. Ну, там не все мелкие, имейте в виду, подходят. Там нужен прям вот нормальный. Для пищи. Ну, можно сказать так, да, старый советский такой 30-летний мелок. Слушай, а сейчас самый главный вопрос всё равно мне зададут обязательно тебе. Поэтому я тебе его задаю. Как у тебя на личной жизни девушка есть? Может, с кем-то переписываешься? Ну, явно, что я знаю, что ты не женат. Девушки это тут смотрят. Я не очень, ну, да. Я не очень семейный человек. И для меня семья, это, ну, знаете, это такое. Сложное, что ли. То есть ты не готов ещё создавать какую-то... Да, я очень напряженный человек в том плане, что я всё пытаюсь предугадать. Какие-либо последствия. Там вот то не скажи, это не сделай. Здесь что-то может пойти не так. И я перестраховщик очень жуткий. Я перед тем, как вот сейчас с тобой созвониться, я проверил, всё ли работает. У меня маска не работает. Да, проверяли, что позвонили, и всё равно не работает. Она тоже светится. Ну, да, 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 да. То есть вот такое вот. Я пытаюсь прямо вот перестраховать всё. И, ну, чаще всего вторую половинку это, конечно, напрягает. Ну, а мамы-то они все такие, когда ты женишься? Когда у меня будут внуки? Не говорит мамы-то такие все. Нет, 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 нет. Ну, хорошо, потому что это такое давление. Нет, из-за этого ей большое спасибо. Нет, она просто приняла, что я не стремлюсь к семейной жизни, не собираюсь соводить какой-то очаг. Ну, это такая ответственность большая, знаешь. Это большая ответственность. Это правда. Я не представляю, как я бы, к примеру, воспитывал своего ребёнка. Ой, да мне кажется, это ты. Как голосом начнёшь говорить? Так, нельзя. Голос – это не всё. На слух много чего. На самом деле, это действительно, это очень большая ответственность. И я просто, я более чем уверен, что не стоит в моём случае даже пытаться. Вот. Я сам большой ребёнок, мне конкуренты в этом деле не нужны. Вот. Ну, да, да, да. Слушай, Саша, спасибо тебе огромное за то, что ты уделил нам время. Спасибо. И у меня очень большая к тебе просьба. Я хочу, чтобы ты обратился к подписчикам каким-нибудь клёвым голосом. Ну, я знаю, что ты говоришь, что там у тебя связки немножко сели. Ну, чуть-чуть хотя бы. Скажи хоть нам что-нибудь напоследок хочется. Так, что-нибудь такое прям... Слушай, дружище, обязательно, обязательно подпишись на этот канал, поставь ему лайк и будь счастлив. Это же Карлсон! Вот. Как же классно, ты скажешь, прям как Карлсон. Ну, я пытался. Да, вообще классно. Спасибо большое за приглашение. Было очень приятно пообщаться. Очень приятно. Очень приятно. С тем замечательного настроения. И занимайтесь тем, что вам нравится. Вот, поверьте, ни одно ощущение в мире не сравнится с тем, как вы к чему-то стремитесь, что-то хотите сделать, и потом начинаете работать в этом и делать делом всё из своей жизни. Вот, просто поверьте, это самые крутые и потрясающие ощущения. Вот. Делайте то, что нравится. И будьте счастливы. Да, спасибо, Саш. Спасибо огромное тебе. Спасибо. Наталья Фальконе Наталья Фальконе Наталья Фальконе Редактор субтитров А.Семкин